всем привет друзья просматривал недавно вот видео и фотографии с прошлогоднего объекта и попалась мне фотография печки так сказать печка в разрезе то есть мы одну стеночку разобрали и на ней видно как идут каналы и тут я вспомнил несколько случаев со своей практике как я улучшал тягу печи и не только тягу а саму печь был у меня такой случай самый разгар зимы люди обратились ко мне чтобы посмотреть на печь тяга была паршивенькая начала дымить в общем улучшил я тягу печкой люди были довольны очень мало то шоу улучшил тягу она стала греть равномерно сейчас я полностью покажу на примере прошлогодние печки вот этой фотографии что я именно для этого делал так друзья вот эта печь это мисс печи ну скажем так половина печи я так думаю что здесь в принципе почти ничего не понятно поэтому я немного по фотошопил чтобы было более менее понятно сейчас я покажу так вот красным я обозначил вход то есть за стенкой находилась сама топка и вот горячие газы шли по горизонтальному каналу и поднимались вверх сейчас я покажу вторую фотографию вот это в оригинале эту фотографию тоже по фотошопил вот так вот я думаю будет более менее понятнее то есть обычно таких печей я думаю в каждом селе навалом обычная печь на 5 каналов где дым поднимается опускается поднимается опускается в общем идет змейкой я когда начинал свою деятельность я тоже такие печи делал но потом отказался таких то есть такие печи я наверно уже не ложу но наверно лет 17 а может все 20 в общем смотрите что я сделал первым делом понятное дело спросил у хозяев чистили печь не чистили соответственно конечно что они первым делом сделали почистили всю сажу соответственно на чердаке лежачок почистили все горизонтальные каналы и тем не менее тяга была паршивенькая вычислил я где идут вот эти две перегородки вычислить их не трудно обычно печники ставят а тут вот две дверцы вот тут и вот тут разобрал я вот кусочек печи вот здесь и вот здесь вот в этих местах и удалил а тут два кирпича но в моем случае так как печь была сложена с бутового камня соответственно удалил вот это место здесь и здесь кстати если будете разбирать если тут будет падать кирпич можно его подпереть конечно какой-то шинкой хотя нежелательно металл чтобы присутствовал в печи потому что он нагревается разрушает кладку я стараюсь не использовать металл в общем ребята удалил я вот это место и вот это и получилось у меня вот так вот что мы получаем получаем это что горячие газы поднимаются вверх заполняя тут этот верхний канал и опускаются в сразу в три канала и уходят уже в дымоход многие заказчики когда им делал такие печи сразу у них возникал такой вопрос а вдруг дым пойдет в какой-то один канал то есть все привыкли вот к таким каналам где идет дым с змейкой для них это было тогда в диковинку в общем и сразу у них такой возникал вопрос а вдруг пойдет в этот канал либо в этот и эти будет не греться каналы ребята расскажу небольшой секретик так вот многие многие не понимают как движутся горячие газы но думаю многие понимают как течет вода так вот секрет в чем горячие газы движутся также самое как вода только с точностью наоборот если вода стремится вниз то горячие газы стремятся наверх теперь чтобы было понятно давайте перевернем эту печку на 180 градусов и представим что течет вода вот отсюда где красный квадратик запускаем сюда воду вот она опускается вниз и как вы думаете потечет она в какой-то вверх в какой-то канал в этот либо в этот либо в этот нет конечно она начнет заполнять полностью вот это пространство пока не поднимется полностью до сих до этих пор потом она аж потечет вот сюда вот так вот горячие газы также сама движутся они поднимаются наверх и плавно будет опускаться во все три канала то есть более горячие газа будет выталкивать уже те которые отдали свое тепло кирпичу и будет выходить непосредственно сам дымарь таким образом смотрите получаем что первый канал будет самый горячий и потом вот эти три канала будет одинаково прогреты соответственно сама вся печь вот эти все четыре канала почти будут одинаково прогреты он первый немножко горячее тяга соответственно тоже улучшается так как здесь поднимается дым только два раза опускается один раз то есть поднялся опустился дым и опять поднялся в принципе мы сделали с 5 канальной трех канальной печь понятно дело что тяга лучше станет в комментариях мне рассказывали про колпаковые печи это немножко я отвлекусь от этой темы так вот ребята с этой печи тоже можно сделать колпаковые достаточно вот здесь синий квадратик и обозначил достаточно вот в этом месте выдолбать пол кирпича можно вот так вот сделать полностью удалить кирпич сразу расскажу принцип колпаковой я их конечно не делал но понял как они работают то есть смотрите вы протопили печку и допустим за забыли закрыть задвижку соответственно вот таких вот печках холодный воздух будет проходить через поддувала через разные щели в дверце топки и тем самым будет охлаждать всю печку то есть он будет двигаться вот так же самое змейкой и будет охлаждать всю печь в этом варианте точно не буду уверять но я так думаю он холодный воздух будет подниматься и скорее всего будет опускаться только вот в одном канале вот этом опустится и пойдет сразу на выход так как холодный воздух тяжелее горячего то он не думая что будет охлаждать все вот это пространство так вот в колпаковой печи что происходит холодные воздух пройдет по горизонтальному каналу и будет уходить сразу вот сюда в дымарь он не будет охлаждать вот этот участок печи чтобы это понять давайте просто перевернем обратно печь на 180 градусов и представим что опять течет вода и вот как вы думаете пойдет она сразу вот сюда я думаю нет она будет падать сюда все таки наберется вот здесь и будет идти сюда это надо супер насос какой-то поставить чтобы втянуть эту воду вот именно отсюда вот так же самое и происходит с горячими газами они не пойдут сразу отсюда в дымарь они горячие газы поднимутся нагреют вот тут вот все пространство и будет уходить сюда и что происходит когда вы забыли допустим закрыть задвижку холодный воздух будет идти по горизонтальному каналу поднимется он здесь и уйдет сразу дымоход так как холодный воздух тяжелее горячих газов то он не будет подниматься вот сюда и охлаждать вот этот участок печи вот в этом плюс колпаковой печи еще такой момент ребята можно вот эти две перегородки нет ставить сделать вот так вот печь и так же самое это все будет работать то есть этот канал и этот канал одинаково сечения идет а этот один сплошной большой все газы поднимаются прогревает вот это все пространство и уходит так что вот так вот ребята вот таким образом можно улучшить тягу в печи у кого вот такие старые печи так что не спешите их перекладывать можно попробовать удалить вот тут бак кирпича и вот тут как я показывал и будет вам счастья но на этом все друзья по поводу колпаковой печи я высказал именно свое мнение я не уверен на сто процентов правильно я сказал или нет ну а по поводу того что как улучшить тягу в печи и сделать одинаковый прогрев в печи равномерный тут тут без проблем не раз приходилось так делать все четко работает все идеально по поводу колпаковой еще раз скажу если я не прав поправьте меня пожалуйста пишите комментарии что вы думаете по этому поводу ну что надеюсь видео было полезным если вам это все понравилось пишите я буду продолжать тему если кому понравилось ставьте лайки я конечно не любитель выпрашивать эти лайки но они нужны для продвижения канала так что если вам не жалко ставьте пожалуйста подписывайтесь на канал ну все на этом заканчиваем все ждите других видосиков всем пока